На сегодняшний день экосистема из умных колонок Яндекс состоит из четырех устройств. Первая. Яндекс.Станция Макс. Примерная цена 19 тысяч рублей и мощность 65 ватт звука. Умеет подключаться к телевизору. Вторая. Яндекс.Станция. Цена примерно 13 тысяч рублей и 50 ватт звука. Также умеет подключаться к телевизору. Третья. Яндекс.Станция Мини. Примерная цена 5000 рублей, 3 ватта мощности звука. И четвертая. Яндекс.Станция Лайт. Цена 4000 рублей и мощность 6 ватт звука. Привет-привет. Меня зовут Дорофеев Владимир. В этом видео я бы хотел рассказать про новую умную колонку от компании Яндекс, которая называется Яндекс.Станция Лайт. Она была презентована в начале июля 2021 года. Купить ее можно в одной из розничных сетей, либо на крупных маркетплейсах. Примерная цена составляет 3999 рублей. Данная колонка досталась мне за 3800 рублей с учетом бонусных баллов. Наверняка данный обзор будут смотреть как люди, у которых уже есть Яндекс.Станция, так и те, кто еще не решились с покупкой или просто смотрят и задумываются о возможности приобретения. Я бы хотел сделать такой обзор, который будет интересен и тем, и другим. Кстати, предыдущее видео с обзором триммера от компании Xiaomi набрало достаточно много комментариев и я получил достаточно много обратной связи. Кстати, если не смотрели это видео, обязательно посмотрите. На сегодняшний день у меня в семье используются две колонки Яндекс.Станция Мини. Когда я узнал о том, что компания Яндекс.Станция Мини презентовала новую Яндекс.Станцию Лайт, мне стало любопытно, что это за зверь-то такой и почему цена Яндекс.Лайт и Яндекс.Станция Мини отличается в 1000 рублей и за счет чего происходит эта экономия. Я пошел изучать разницу между Яндекс.Станцией Мини и Яндекс.Станцией Лайт в интернете, но, к сожалению, информации довольно мало и я разницу, к сожалению, кардинальную не понял. Поэтому давайте распакуем и посмотрим, чем же они отличаются. Кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и нажимать колокольчик. На момент записи этого видео Яндекс.Станция Лайт продается в розничных сетях всего в двух цветах. Это фиолетовый цвет и зеленый. Оба цвета Яндекс.Станции я подержал в руках и, честно говоря, оба цвета мне не сильно понравились. Я думаю, что компания Яндекс решила сместить акцент с более взрослой аудитории на более молодежную и детскую аудиторию. Поэтому выпускают, собственно, изделия во всяких разных и цветастых корпусах. Я думаю, что вся палитра найдет своего покупателя. Кому-то нравится то, кому-то нравится это. Также я думаю, что компания Яндекс не хочет снимать с продажи Яндекс.Станции Мини и создавать конкуренцию. Поэтому Яндекс.Станция Лайт не выпускается в сером и не выпускается в черном цвете. Мне стало непонятно, почему компания Яндекс не кладет в комплект с Яндекс.Станцией кабели в цвет корпуса данного устройства. Потому как, если посмотреть на сам кабель, внутри пластик выкрушен в фиолетовый цвет, что полностью соответствует цвету корпуса. Кстати, здесь присутствует довольно прикольный фиксатор, который позволяет уменьшать длину кабеля, скручивать его и делать так, чтобы он не болтался у вас на столе. Еще одна важная фишка новой колонки Яндекс.Станция Лайт состоит в том, что к цвету корпуса устройства привязан характер Алисы, который находится внутри. Допустим, в этой фиолетовой колонке живет Алиса с романтическим темпераментом. То есть, если вы просите включить музыку, это будет романтичная песня. Также и в других цветах находится Алиса в других темпераментах. Данное решение мне кажется довольно нелогичным, потому что я бы хотел купить желтую колонку с романтичной Алисой на борту. Тем не менее, вероятно, когда-то в настройках это можно будет менять. Если вы знаете сейчас, как это делать, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, в комплекте с Яндекс.Станцией Лайт вы получите саму Яндекс.Станцию Лайт, которая выполнена вот в таком прекрасном немарком пластике, на котором не остаются отпечатки пальцев. Также в комплекте идет USB Type-C кабель длиной примерно 1,5 метра. Также идет блок питания зарядки, с помощью которого вы можете заряжать не только саму Яндекс.Станцию, но и, например, ваш планшет или смартфон, если уж такая ситуация возникнет. Также в комплекте идет набор прикольных наклеек на холодильник или на что-нибудь еще. Также в комплекте идет инструкция в виде вот такого вот комикса, которая призвана обучить людей, которые ранее не пользовались этим голосовым помощником, собственно, этим всем пользоваться. Давайте немножко поговорим про внешний вид, ведь это действительно важно, потому что этот гаджет постоянно у нас где-то находится на столе, либо в зоне видимости. Во-первых, хочется отметить то, что корпус выполнен из пластика. Как вы знаете, в Яндекс.Станции Мини корпус был тканевый, соответственно, из этого вытекали проблемы с очисткой. Пластиковый корпус не маркий, матовый и практически не остаются отпечатки пальцев. Таким образом, данную станцию гораздо проще мыть, протирать и держать в надлежащем состоянии. Также Яндекс.Станция Лайт лишилась датчика приближения. Таким образом, регулировать громкость можно либо голосом, прося об этом Алису, либо нажимая четыре сенсорные кнопочки. Кнопочка уменьшения громкости, увеличения, кнопочка выключения микрофона и кнопочка пауза, с помощью которой можно останавливать текущий трек. Насколько я знаю, раньше у компании Яндекс в версии Яндекс.Станция Мини были проблемы с распознаванием голоса. То есть, когда станция воспроизводила музыку, не всегда ваши голосовые команды были адекватно восприняты голосовым помощником. Яндекс решила исправить эту ситуацию и расположила на верхней панели колонки четыре дырочки, под ними находятся четыре микрофона. Для тех, кто уже владеет Яндекс.Станцией предыдущих моделей, могу сказать, что функционально вообще ничего не изменилось. И, скорее всего, апгрейдить вашу старую модель на новую модель смысла большого нет. Тем не менее, давайте пройдемся по основным функциям. Возможно, у кого-то такой колонки еще нет. Во-первых, Яндекс.Станция реализует возможность взаимодействия с голосовым помощником. Если встроить ее в систему умного дома, с помощью голоса можно управлять светом, розетками, а также приборами, у которых есть пульт на инфракрасном управлении. Например, телевизорами, музыкальными центрами, какими-то кондиционерами и так далее. Также с помощью Яндекс.Станции можно ставить воспроизведение, например, сказок для детей. Яндекс.Станция умеет отвечать на какие-то вопросы, вызывать такси. И с помощью нее можно ставить различные таймеры, будильники и так далее. А вообще, с помощью голосового помощника Яндекс.Алиса компания продвигает свою экосистему умного дома. Если вы пользуетесь умным домом Яндекс или каким-то из гаджетов из этой экосистемы, пожалуйста, напишите свои впечатления в комментариях под этим видео. Для подключения Яндекс.Станции Lite необходимо просто воткнуть ее в сеть 220 вольт, установить на телефон приложение Яндекс, найти колонку и нажать кнопочку «Подключиться». Через какое-то время колонка обновится и все, собственно, начнет работать. После этого желательно подключить подписку Яндекс.Плюс, чтобы расширить функциональные возможности Яндекс.Станции Lite. Кстати, в отличие от Яндекс.Станции Мини, нет необходимости воспроизводить на телефоне длинный звуковой сигнал, и процесс установки довольно сильно сокращается. Давайте подведем определенные итоги по Яндекс.Станции Lite. Итак, Яндекс.Станция Lite отличается от Яндекс.Станции Мини наличием пластикового корпуса, отсутствием датчика приближения, то есть возможности управления жестами, а также отсутствием порта 3,5 мм, с помощью которого можно подключать внешнюю акустику. Я не знаю ни одного человека, кто бы пользовался этой опцией, но возможно такие люди есть даже среди зрителей. Также хочется отметить разницу в цене в 1000 рублей. Если вы уже обладаете Яндекс.Станцией Мини, то покупать Яндекс.Станцию Lite смысла я не вижу, вы получите примерно то же самое. Если вы ранее не покупали устройство с голосовым помощником, то это хороший старт, хорошая цена и очень классный гаджет, учитывая яркие цвета и дерзкую Алису внутри. Также хочется сказать, что если вы на будущее планируете создавать экосистему умного дома и планируете подключать колонки к телевизору, то ни Яндекс.Станция Мини, ни Яндекс.Станция Lite такую возможность вам не дает и имеет смысл присматриваться к более дорогим моделям. В целом, за свои 4000 рублей на момент записания обзора это классный, стильный и очень функциональный гаджет.